В прошлом году не было никаких предпосылок к такой атаке вредителей. Экологи, биологи, сотрудники Росельхознадзора говорят, что предупредить масштаб можно было бы только в одном случае, если бы сочинцы обрабатывали свои насаждения вовремя, без лишних напоминаний. Тем более белая американская бабочка – карантинный вид. Кстати, почти 10 лет назад Сочи уже переживал подобное. Опять-таки, американская белая бабочка, численность которой нарастает у нас в этом году, на следующий год ожидается и в 2019 году, конкретно в зоне влажных тропиках, она была отмечена в 1979 году. И как бы прирост постепенно растал-нарастал, как бы были вспышки. Отчего, последняя вспышка у нас была с 2007 года по 2009. Белая бабочка не только поглощает растительность. Гусеницы спускаются с поздно обработанных деревьев и заползают в дома. Впрочем, вина за нашествие насекомых лежит все-таки на плечах тех, кто не придал значения своевременной обработке. И если муниципальные парки и скверы были вовремя обработаны и тем самым сохранили зеленые убранства, то частники и хозяйствующие субъекты отнеслись к этому вопросу безответственно. Последним и будут рассказывать о том, как правильно, когда и какими препаратами проводить обработку, причем в формате семинара в каждом районе Сочи. И обсуждать будут средства борьбы не только с американской бабочкой. Среди угроз зеленому фонду курорта масса других вредителей. Это проблема у всех на слуху. Новые вредители у нас появились с 2013 года. Ежегодно мы проводим и круглые столы на базе Института цветоводства и субтропических культур. Сегодня максимально еще раз пригласили всех, чтобы напомнить об этой проблеме. Слушателями на семинаре стали руководители хозяйственных субъектов города и ТОСов Хосинского района. На очереди центральные, Адлерские и Лазаревские районы. Специалисты намерены не только посвятить сочинцам суть проблемы, но и сформировать подробный алгоритм действий против вредителей.